Акция «Июль без пластика» проходит во всем мире. В это время предлагают отказаться от одноразовых вещей или хотя бы сократить их использование. Не покупать кофе в пластиковых стаканчиках, не пользоваться влажными салфетками и не украшать свои праздники воздушными шарами. Пользу эти предметы приносят недолго, а вот разлагаться будут много десятилетий, нанося огромный вред окружающей среде. Какие эко-привычки можно внедрить в свою жизнь не только во время акции и почему важно заботиться о природе? Об этом говорим с эко-активисткой и владелицей магазина без упаковки Анастасией Резенковой. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про акцию «Июль без пластика». Что это такое, как к ней можно присоединиться? Здравствуйте. Это глобальное международное движение, которое направлено в первую очередь, наверное, на просвещение, на то, чтобы рассказать большему количеству людей про пластик, про его вред, про пластиковое загрязнение и дать возможность или скорее как игру присоединиться к этому движению и «Июль» попробовать прожить либо без использования, покупки пластика, либо уменьшить его в своей жизни. Почему сейчас вообще тренд на отказ от пластика? Почему важно от него отказаться и какие есть альтернативы? То есть, например, когда говорят «отказаться от пакетов», предлагают использовать тканевые шоперы. Но при всем при этом задействованы же ресурсы природные при их изготовлении. Насколько вот такая замена более экологична? Ну, если мы будем каждый раз брать тканевый шопер, покупать его в магазине так же, как и пакеты на каждую покупку, конечно, в этом нет никакого смысла. Если мы каждые полгода будем покупать себе новый модный шопер, то тоже нет. А задача, наверное, не показать, что вот пластик такой плохой. Не только это. Если мы заменим все на бумажные пакеты, проблема не... просто поменяется, она не исчезнет. Поэтому задача как бы минимизировать, использовать повторно. То есть, да, шопер классный, если он достался вам, и вы его несколько лет... Вот я своим больше пяти лет хожу и постоянно использую. Вот так экологично, да. Как быть, например, с одноразовой посудой? Допустим, если на пикник куда-то едешь, чем можно заменить? Или идешь в любимую кофейню, хочешь взять напиток на вынос? Это всегда нужно с собой брать свой стаканчик? Или как здесь поступить? Ну, если мы говорим про пикник и про посуду, там, тарелки, ложки, все остальное, это очень легко. Если мы идем на пикник, мы можем взять точно так же, как берем что-то из дома, плед, ровно так же взять посуду. Если мы идем в какое-то заведение, все заведения, я считаю, должны иметь многоразовую посуду, в которой мы из нее едим. Даже если ты вышел и рядом ешь, да, на лужайке. Что касается стаканчиками, тут несколько сложнее, потому что люди привыкли пить кофе именно на вынос. Но мне кажется, важным и первоочередным сначала, чтобы кофейни начали наливать в обычные кружки хотя бы всем, кто к ним приходит. Потому что у нас много кофеин, который наливают в одноразовые стаканы, даже если ты у них сидишь. Потом можно заменить там крышки на более экологичные. Это будет какой-то минимум реальный в нынешних условиях. В идеальном мире мне хочется, чтобы был просто запрет на одноразовую посуду, в том числе на стаканы. И кофе на вынос мы брали либо в свою кружку, либо, например, в арендную, которую предоставляет кофейни, и, например, в следующий раз дает на нее скидку. Июль закончится, а экологические привычки по-хорошему должны бы остаться в жизни человека. Какие вот уже сейчас можно внедрить, и так может поступить каждый? Ну вот как раз Юль без правил пластика про то, чтобы внедрить на один месяц и потом оставить себе все, что приживется. Самое простое, с чего мне кажется нужно начать, к разговору про Юль без пластика, это отказаться от влажных салфеток. В них есть пластик, пластиковые волокна, они, к сожалению, не перерабатываются. Большинство людей почему-то думает, что их можно забросить в лес куда-нибудь, и они там спокойненько разложатся. Но нет, этого не будет. Первое, с чего начала я, даже не с влажных салфеток, это был раздельный сбор отходов. Я начала сдавать сначала бутылки, потом крышечки, еще что-то на акцию «Зеленая белка» и втянулась. Я знаю очень много людей, которые начали с раздельного сбора отходов. В Новосибирске с этим все хорошо, есть контейнеры, их достаточно много. Сдал человек вторсырье, дальше вот эти отходы, что ждет? Из них действительно что-то новое может получиться? Да, безусловно, даже в Новосибирске есть переработка до конечного цикла. Например, пластиковые пакеты, которые сдали в переработку, они попали на производство, их помыли, подробили, снова сделали пластиковые гранулы, снова сделали пакеты, например, для мусора. И выпустили в продажу. Переработка в Подмосковье делают ручки из тетропака. Тетропак – это бумага, пластик и алюминий. Отделяют бумагу, из оставшегося делают гранулы, и из них можно делать что-то новое. Вот как пример, ребята на этом заводе делают ручки. Любая компания может заказать, тем самым поддержав бизнес такой, который занимается переработкой, и вообще заявив миру, что смотрите, можно перерабатывать отходы, из них может появиться что-то полезное. Все равно, наверное, каждый конкретный человек это капля в море. Мне кажется, что в том числе экологии должны помогать бизнесмены, например. Вот какие-то компании могут внести свой вклад, например, отказаться от пластиковой упаковки? У меня есть теория, по которой я делю людей на отдельно людей, бизнес и государство. И каждый сам со своей точки может что-то менять. И вот мы говорили про то, что человек может сдавать в переработку, точно так же бизнес, да, может. Это следующий этап, и он гораздо больше может сделать, чем люди, и в том числе с упаковкой, и минимизировать, и сдавать в переработку. Ваш магазин без упаковки как раз-таки такой пример бизнеса, когда бизнес помогает экологии. И насколько сложнее вести дело, если первоочередно не прибыль, а экология? Очень сложно. Я, мне кажется, не закрылась только потому, что я фанат, который верит в то, что это может сработать в этом городе, однажды выстрелят. В бизнесе все-таки в первую очередь прибыль. Когда ты ставишь в первую очередь экологию, ты как бы сам себе мешаешь вести бизнес. Ну, в общем, это очень сложно. Но мне хочется быть примером, чтобы люди, ну, если не такие же занудные экологичные бизнесы открывали, то хотя бы часть, какой-то пример взяли и применили у себя. Магазин уже существует два с половиной года. За это время стало ли больше покупателей, больше постоянных покупателей? Насколько вот вы оцениваете, новосибирцы готовы внедрять эко-привычки в жизнь? Есть люди, я вижу, которые появляются со временем, которых раньше не было, которые о нас узнали, которые начали разделять отходы, а потом решили минимизировать и как-то вышли на нас. Но есть очень много людей, которые уехали, переехали в другой город, в другую страну. И тем самым у нас есть отток вот этих вот сознательных людей. Конечно, хотелось бы сказать, что да, все так прекрасно и замечательно людей больше, но на самом деле эко-тематика какой-то такой сложный период переживает. И в тот момент, когда два с половиной года назад я открывала бизнес экологии, это был тренд, который рос там с сумасшедшей скоростью, все больше появлялось эко-блогеров, все говорили про раздельный сбор отходов, это стало модным, люди покупали себе шоперы, то потом как-то вот все происходящее в мире, карантин, и дальше поехали. И вот хочется вернуться обратно к вот этой растущей статистике, к тренду экологии, который снова будет набирать обороты. И я здесь, и еще я знаю еще много людей, которые здесь, в Новосибирске, делают все возможное для этого. Возвращаясь к началу разговора про июль без пластика, я вот в интернете прочитала примеры, как можно присоединиться к акции. Там в том числе было, например, не украшать свою вечеринку воздушными шариками. Это тоже какой-то действенный способ? Да, конечно. Можно провести день рождения, например, без мусса, можно провести без вот, использовать только многоразовые, например, флажочки или какие-то украшения, или украсть самостоятельно. Также можно, например, отказаться от кофе с собой в одноразовый стакан. Вот на месяц, не так, что навсегда, попробовать на месяц, смогу ли я, если я не буду брать, или смогу ли я не брать пластиковые бутылки в воду. То есть только наливать в свою или попросить в стаканчик на месте. Много вариантов. На самом деле можно просто загуглить в хэштег «Июль без пластика» в любых соцсетях, можно набрать это на английском и найти очень много информации, примеров, вариантов, как провести. И пусть даже полмесяца уже прошло, ничего страшного, я думаю, что можно включиться и сейчас, попробовать. Анастасия, спасибо за разговор. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин